тихо дайте зайду кого-то раздавлю как-нибудь всем привет тут где чернобыльник молоденький гусени сильно хотят а кролики едят сегодня запустил дробилку в ней там ничего такого нету но моя дробилка она работала очень медленно и я когда ее засыпал я засыпал три ведра однократно то я мог себе гулять полчаса а 40 минут не переживая а тут а тут я стоял над дробилкой два часа дробил ну ничего полную бочку надробил килограмм 200 и туда отнес и сюда отнес сюда отнес тут оставил вот так а сейчас отвез куда мешки на тачке а назад а назад накосил травы я перед этим по выгребал двор ваня немножко молоча я им принес вот так а сейчас хочу выпустить выпустить в общий двор уточку с тонкой душевной организацией я думаю даже молочей попался я думаю что время время пришло да малышня грязная вы мои грязнульки тут три пинда утенка они тоже достаточно крупные слепая утка нет не слепая опять я сказал слепая одноглазый джо вот оно так секундочку где делся мой малыш а куда свинял маленький вы заметили нет а вон он убежал не обижай оп это маленький не трогай вот где третий делся ты чё вот эти крякалки которые водят малышню вот самые нервные ну и моя красоточка уточка вот она вот так вот так вот так а ну не обижай мне ее не обижай вот паразитка все моя красоточка вышла в общее стадо она прям уже крупненько но она все равно то есть она из старших утят вот из этих вот видите какая и они крупнее она такая маленькая а ты шо пришел шо ты пришел шо ты пришел ну а эй ля гля как бьются вот чтоб вы понимали чтоб вы понимали которые чуть-чуть старше обижают тех которых вот только что выпустил ну паразиты так два где третий где третий беленький где мой беленький все я потерял так вот один вот второй где еще один где мой малыш клетку нужно опять выгребать и вычищать так я потерял утенка вы потеряли но он как будто тут и ходил да вышел травку клюет светлана николаевна насыпала зерна я насыпал еще и дробленки перемешали ага вот он малыш всего все нашел не бей вот видите крякалки самые злобные если индоутки если индоутки не сильно обижают друг друга принимают всех подряд крякалки 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 обижают всех подряд не обижать гля что делает ну чё ты лезешь к ней ну она сама такая паразитка гля что делает а ты какая сама я тебя защищаю тут а ты на всех кидаешься как тут и была да они все равно сейчас соединятся ну вот эти мелкие гля-гля-гля щипает ты паразитка малая ну знаете на самом деле это хорошо значит в обиду себя не даст главное мне последить за ней вот ну первый день первые сутки самое главное чтобы она разобралась где вода во дворе а где корм как бы сидя в клетке то в одном то в одном огля кабачок что то там пытается щипать сидя в клетке она как бы и искать не надо все сразу видно где корм где вода а то побегать решила и заблудилась да ты побегала и заблудилась сразу а ну назад разворачивайся ну смотрите раз она идет я же ее не толкаю значит она меня видит иди 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 все а загривок у нее такой и остался как был а вы что ждете ну а на самом деле они хоть и меньше вот эти три утенка что выпустил и слепой и это но при этом они сидели в клетке и они за вот этой все шоблой вот этой из уток наблюдали наблюдали из-за решетки и они к ним привыкшие потому что они вот сейчас ходят как будто тут и были иди в кучку иди иди в кучку иди иди в кучку иди вот видите насколько меньше от утки хотя вот они с одного выводка боже гусята старшие с меньшими дерутся уточка уточка с одним глазом ты самая самая свинота и при этом смотрите из-за того что она сидела в клетке посмотрите на этих утят они очень много двигаются поэтому они не так интенсивно растут а она сидела в клетке клетка маленькая и они сидели в клетке на комбикорме посмотрите насколько он крупнее хотя если пересмотреть самые ранние ролики с этими утятами когда этот утенок Джо сидел вместе с ними то он был меньше всех а теперь он самый толстый на комбикорме вырос ты вырос толстый вот и свинотка все эти разобрались где вода малышня ну все никаких драк прям даже не было балагана вот этого нервного что типа кто-то новый поселился но при этом визуально вот вы обратили внимание что все утки и гуси сколько бы не было тут поголовья они все знают друг друга в лицо потому что вот их сколько тут бегает она одна новенькая и каждый ее каждый ее дергает каждый точно так же же с этими маленькими глянь глянь что делает ну шо ты делаешь ну а дробилку вот установил притянул с того двора бочку вот такую большую ну можно конечно прекратить тут вот эти есть отверстия под саморезы ну под болты какие-то к этой доске просто вот так доску задвигаю а это вот тут и дробил вот пол бочки перенес туда а пол бочки оставил здесь единственное еще раз повторюсь что бывает бывает вот эта штучка сама по себе от вибрации закрывается а бывает от вибрации чуточку сильнее открывается ну и не то что она там клинит а начинает тяжело гудеть и короче возле нее нужно быть во время дробления так что я же я провел тут бочка 250 литров была полная где-то 200 кг намолол вот так ну и плюс чаша для зерна небольшая у меня вот такое ведро без дна вот так поставил больше вмещается сразу вот такая вот красота ой видишь вот залез к утке просветил три три еще ничего не видно ну живые но я имею ввиду вывод не намечается здесь клювик в воздушной камере а здесь уже проклюнулся проклюнулся гусочек гусеночек гусеночек это что-то скол какой-то а вот наклев видите какой молодец все завтра будет один гусенок мы его заберем к этим к моим подуванчикам потому что только когда закончится вывод отдадим все мамке а пока а пока ей не нужно с ним нянчиться потому что вылупится один еще не дай бог бросит гнездо уйдет с ним гулять по розеткам по розеткам по розеткам давай давай сюда к водичке давай кто самый бесстрашный все все ровненькие все хорошенькие все глазки как бусинки светятся красота и лепота бролеры там бушуют тоже хотят сейчас водичку поставлю секундочку еще вот смотрите сейчас у меня бролерный комбикорм но не не популярного производителя это я к чему сейчас вы меня поймете у меня бролерки им они живут у меня третью неделю и за эти две недели и немножечко короче 17 дней они у меня живут да ну да получается так за 17 дней у меня получается что сменилось для них три корма потому что не всегда сму можно найти то что как бы кормил когда я купил бролеров я на рынке купил топ когда когда я поехал в аптеку по препараты я купил щедру ныву а когда мы ездили на почту я купил вот этот мешок который я вам только что показал и при этом при этом мне максимально нравится бролер максимально такой хороший вот серьезно можно его сглазить или нельзя не получится я еще раз повторюсь ему чуть больше месяца получается и он точно уже по полтора килограмма громадный так и не просто громадный вы неудобно одной рукой а реально толстый посмотрите какой то что так посмотреть какой шпал какой жирик и при том все один вот поменьше но при этом он точно такой же толстый а один вообще вон громадный хотя вроде когда покупал то вроде плюс минус брал одинаковые хотя в маленьком весе не сильно разница там 20-30 грамм не сильно видно эту разницу вот такие вот пузыри прям хорошие 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 на полу им стало по свободней ну и я у них убирал один раз это не полностью вот тут возле кормушки по право грибал раму . и это и подстелил красавчики . чего вы три отдельно обиделись или вы наказана нет не наказана это вообще красавчики они идет бройлерный то это же короче бройлерный комбикорм весь который есть вот так а индюки наваляло это а индюки вообще тоже как бы но у меня нет за как бы задачи их ну там взвешивать и узнавать какой у них вес каждую неделю поэтому они тоже они тоже по вот этой же причине едят комбикорм который попадается только у них первый был не топ корм а вот тот мешок тот который я покупал вместе с ними дальше было щедроныва а дальше опять тоже вот этот комбикорм но индюки растут хорошо чувствует себя отлично красивенькие и пушистенькие вот такие вот дела все ребят пошли посмотрим что там с наши все все в порядке 5 10 15 21 все можете вы посчитать 5 6 10 14 15 21 все порядок ну ты мой сливок одноглазый а чо ты как этот как сиротинушка А где мой этот? Где моя уточка? Маленький один вот. А где моя уточка? Ага, вон она пошла под этот. Все, все в порядке. Вот такие вот два. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Продолжение следует.